МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях региона. Герои нашего времени в Чувашии чествуют работников системы здравоохранения Республики. Коэффициент 0,93. Республика готова выйти на первый этап снятия ограничений. Безопасность превыше всего состоялось в заседании антитеррористической комиссии. Ушел из жизни Михаил Игнатьев, второй президент и первый глава Чувашии. Он руководил республикой с августа 2010 по январь 2020 года. Михаил Игнатьев родился 8 января 1962 года. В семье был шестым ребенком. Рано остался без отца. По окончании средней в школе в деревне Яноши приехал в Чебоксары и поступил в энергетический техникум. Отслужив в армии, вернулся в Чебоксарский район. Работал электриком, бригадиром, председателем колхоза, а затем и руководителем муниципалитета. Одновременно учился. У Михаила Васильевича было в общей сложности три высших образования и кандидатская степень. С января 2002 года возглавлял Министерство сельского хозяйства Чувашии. На должность президента республики был назначен Дмитрием Медведевым в июле 2010 года. В 2015-м избран главой Чувашии. За время его руководства регионом рост промышленного производства составил 143%. Чувашия полностью вышла на самообеспеченность по основным продуктам питания. Внешнеторговый оборот увеличился почти вдвое. Особое внимание уделялось социальной сфере – развитию здравоохранения, образования, физкультуры и спорта. В июле прошлого года Михаилу Игнатьеву стало плохо сердцем. Он был доставлен в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. С февраля он неоднократно проходил лечение в кардиологическом центре в Санкт-Петербурге. С начала мая находился в реанимации. На фоне сердечной недостаточности и из-за долгого пребывания под аппаратом оксигенации у него развелась больничная пневмония. После хирургического вмешательства ему ненадолго стало лучше. Но затем состояние вновь ухудшилось. И 18 июня Михаил Игнатьев ушел из жизни. Соболезнования в связи с кончиной бывшего руководителя региона выразили временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев, первый президент республики, вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров и другие официальные лица. Прощание с Михаилом Игнатьевым состоится 21 июня, воскресенье, в Ледовом дворце Чебоксары-Арена с 9 до 12 часов. Республика готова выйти на первый этап снятия ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. Как только соответствующий указ подпишет в Рио главы Чувашии Олег Николаев, в республике откроются торговые объекты и кафе с уличными верандами. В результате усиления мер по противодействию распространения коронавируса ситуация в районах с большим количеством заболевших стабилизировалась. Об этом говорили сегодня на заседании оперативного штаба. В Ядринском, Чебоксарском, Маргаушском, Комсомольском и Канажском районах количество заболевших снизилось. Диагностические лаборатории работают с большой нагрузкой. Увеличилось число тестируемых. Показатели для выхода на первый этап достигнуты. На первом этапе у нас снятие ограничений предусматривается возобновление деятельности объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров при наличии отдельного наружного уличного входа в объект торговли и нахождении в торговом зале объекта торговли предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. Это с учетом и персонала торговых объектов. А также считаем возможным возобновление деятельности временных террас, веранд, выносных столиков, расположенных на территории, непосредственно примыкающей к зданию или сооружению, в помещениях которого располагается объект общественного питания. Мы считаем возможным, что прогулки можно и предусматривать в парках и скверах и при условии, что аттракционы и другие места массового посещения граждан не будут открыты, в том числе детские площадки пока. Большинство вопросов, которые поступают от жителей Чувашии на горячую линию, касаются открытия спортивных площадок и фитнес-центров. Возобновление их деятельности зависит от нашей с вами ответственности. Количество заболевших не должно увеличиваться. Это же касается и открытия лагерных смен. Соответствующий указ, как уже было сказано, в ближайшее время будет согласован окончательно и подписан. И еще раз призываю к тому, чтобы мы с вами очень ответственно, внимательно и последовательно выполняли все эти решения, которые только что мы с вами сформировали. Очень важно, очень важно добиться устойчивого тренда улучшения обстановки. Очень важно добиться того, чтобы у нас разгрузились медицинские организации и вернулись особенно высокотехнологичные центры к выполнению своих основных функциональных направлений деятельности по оказанию медицинской помощи населению не только нашей республики, но и других регионов. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Николай Скворцов, Республика. Герои нашего времени медики 21 июня отметят свой профессиональный праздник. Многие, как всегда, на рабочем месте. А сегодня в режиме онлайн представители отрасли получили заслуженные награды. Врачи республики, как и по всей стране, сейчас на передовой. С риском для собственного здоровья они продолжают борьбу с пандемией. Нагрузка на специалистов увеличилась в разы, но медицинские работники достойно несут миссию. В режиме видеоконференции состоялось чествование лучших работников системы здравоохранения республики. За неустанную борьбу за здоровье отруженики тыла получили заслуженные награды. Почетное звание заслуженный врач Чувашской республики присвоено. Капитоновой Надежде Валентиновне, врачу-анестезиологу-реаниматологу, заведующей отделением анестезиологии реанимации городской детской больницы номер 2 Минздрава Чувашии. Искренне, от души поздравляю всех вас с вашим профессиональным праздником. Несомненно, люди в белых халатах всегда вызывали во все времена только положительные эмоции. Работники здравоохранения очень здорово, самоотверженно справляются, помогают людям в тяжелых ситуациях. И за это вам огромное сердечное спасибо. Этот профессиональный праздник объединяет врачей, медицинских сестер, санитаров, акушерок. Всех тех, кто ежедневно спасает человеческие жизни. Пандемия коронавируса еще раз показала, какое важное место в обществе занимает система здравоохранения. Именно благодаря доступности медицинской помощи, высокой квалификации и, разумеется, моральных качеств врачей, Республика смогла взять под контроль ситуацию с пандемией. Позвольте вам выразить слова глубокой благодарности за вашу самоотверженность, за самоотдачу, за ваше терпение и профессионализм, за ваш труд, который не знает ни выходных, ни праздников. Как подчеркнул Олег Алексеевич, действительно очень трудно каждый день делить боль с пациентами, с людьми. И при этом дарить им надежду и вселять оптимизм. Но именно это делает все, кто связал себя с медициной. Это заставляет каждого, кто носит белый халат, чувствовать огромную ответственность за результаты своего труда. Лечить и спасать людей, не жалея себя самоотверженно, профессионально могут только те, для кого эта профессия – призвание. Сказать спасибо врачам в режиме видеосвязи смогли и пациенты. Минздрав Республики запустил специальную акцию. Большое спасибо, что у нас так они ухаживают за нами больными, рискуют своей жизнью. Наступающим праздником. Я, конечно, боюсь за свою мамочку, потому что она может заболеть. Мама говорит, что так нужно. Я молюсь за нее каждый день. От лица всех пациентов, ведь она бы здесь, и хоть с вас поздравить, обнять, поцеловать и сказать самые добрые слова. Огромное вам спасибо. Я дарю вам этот букет. С днем медика. Каждый день терапевт Евгений Андреев принимает десятки больных в кабинете, а потом отправляется по адресам тех, кто из-за болезни не смог прийти на прием. Недавний выпускник медицинского факультета ЧГУ быстро привык к такому темпу работы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы что, вызывали? Да. Мы вас всегда. Хорошо. Куда пройдем? Куда пройдем? Проходите, я за вами. Иметь хорошего доктора – мечта каждого. И дело тут не только в профессионализме. Понимание и сострадание – еще два неотъемлемых качества доктора. Около двух лет назад Евгений Андреев начал работать участковым терапевтом. У него самый большой участок в центральной городской больнице – около двух тысяч человек. Наш участковый Евгений Владимирович – очень добрый, отзывчивый врач по отношению к пациентам. Всегда поможет, терпеливо выслушает жалобы больных. И добрым словом, и лекарствами. Побольше бы таких врачей. Хочется к руководству больницы еще обратиться, чтобы они оценили их труд и стимулировали их работу. Они ведь тоже люди, рискуют своим здоровьем. Очень замечательный врач. Я с удовольствием хожу к нему на прием. Он сюда примет, спросит, расспросит, даст нужное назначение. Поэтому таких врачей надо, чтобы было в нашем городе и в нашей стране побольше. Он молодой, но, конечно же, он врач с большой буквы. Коллеги ценят в молодом докторе огромное желание учиться, разбираться в течении любой болезни, а еще трудолюбие и такт в общении с пациентами. Что мне нравится в Евгении Владимировиче как руководителю, это то, что он в любом диагнозе всегда старается разобраться до конца. Его пытливость ума, его трудолюбие и внимательное отношение к людям. За день Евгений успевает оказать помощь нескольким десяткам человек. На рентген идете вместе с карточкой, карточкой я вам отдаю, хорошо? Хорошо. Потом также месяц с рентгеном, с карточкой придете в понедельник. Хорошо? Спасибо, все доброе. До свидания. Сам молодой врач нисколько не жалеет о том, что выбрал эту профессию. Напротив, имеет вполне конкретную цель, как можно быстрее набраться опыта и двигаться дальше. Почему я выбрал именно медицину? В роду у меня у медиков никого нету. Только тетя работала медсестрой. С детства хотел всегда помогать людям. Работа сложная, требует много сил, отдачи, но благодарность пациентов это все перекрывает. Сразу становится легче на душе. Моя мечта – стать кардиологом, либо терапевтом уже в узком профиле, врачом общей практики. Говорят, что иногда профессия выбирает человека. В случае с Евгением Андреевым так и произошло. Александр Соловьев, Алина Сусметова, Николай Скворцов, Республика. Только на территории Приволжского федерального округа за последнее время предупредили несколько террористических актов. За всем этим стоит серьезная работа органов Федеральной службы безопасности и внутренних дел. Главное – защитить людей и сохранить их жизни. Сегодня об этом говорили на заседании антитеррористической комиссии. Особую тревогу вызывают места массового нахождения людей. Это предприятия, гостиницы, большие торговые центры. Именно в них должны в первую очередь соблюдаться требования антитеррористической безопасности. Есть списки подобных объектов и графики их проверок. По результатам мониторинга комиссия выявила ряд проблемных помещений, а в перечне их – 234. Наибольшую озабоченность вызывает бездеятельность руководитель двух торговых объектов в Руманском районе и П. Таратин, а также одного объекта в городе Шумерле и П. Прохоров, которые, несмотря неоднократное предупреждение, длительное время не оформляют паспорт безопасности. Из 127 гостиниц и иных средств размещения в настоящее время паспортизировано 15. 41 имеют четвертую категорию, которая не требует разработки паспорта безопасности. 7 объектов категорировано, но не оформили паспорта безопасности. И весь средств размещения паспортизированы по иным постановлениям правительства. Такое пренебрежение мерами безопасности недопустимо, сказал Олег Николаев. Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Малая Академия государственного управления – это сотни слушателей, решивших пройти переподготовку в сценах чебоксарского филиала «Ранхикс». Проект работает уже с 2007 года. Его поддерживает аппарат полномочного представителя президента России в ПФО. Сегодня здесь состоялась защита социальных проектов, в которые участвовал и в Рио главы республики. Малая Академия государственного управления объединяет студентов шести вузов. Все они будущие управленцы с новым взглядом на жизнь, на работу органов власти, на отношение к людям. По характеру лидеры, стремящиеся сделать профессиональную карьеру. Очень здорово, что вы находитесь в поиске вот этих форм. Форм взаимодействия прежде всего самих между собой, то есть студентов, учащихся, преподавателей, ваших тренеров. Наверное, такие тоже есть в этом процессе. Ну и самое главное, вы еще взаимодействуете со всеми другими участниками этого процесса. На защиту выставлено шесть социально-предпринимательских проектов. Спектр тем широк. Поддержка малообеспеченных категорий людей, психологическая адаптация детей, организация досуга на селе и многое другое. Проект «Лучик счастья» предназначен для решения проблем организации культурного досуга детей и молодежи на селе путем ввлечения их в развлекательную, культурно-творческую, спортивную деятельность на основе расширения инфраструктуры по проведению досуга посредством лазер-тага, реакции, наряжения, карусели, батутов, вкусных царств, рыбах и баккорна. Чебоксарский филиал «Ранхикс» помогает в реализации республиканских конкурсов. Управленческая команда и команда молодых лидеров. Они инициированы Олегом Николаевым. Формирование команды управленцев, нацеленных на результат в республике сегодня, уделяется особое внимание. «Работая в таких широких форматах, в различных направлениях, находясь в поиске, мы, несомненно, сможем находить те решения, которые нам позволят очень смело и поступательно двигаться вперед. В этом поиске найти то зерно, то точку и грань взаимодействия, в результате чего получаются очень нужные, очень важные, очень эффективные решения». Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика. Социальный контракт позволяет обучиться новой профессии за счет государства. Это новая форма поддержки. По данному направлению, при заключении контракта государство оплачивает обучение в размере 30 тысяч рублей, а также предоставляет ежемесячную на время обучения стипендию 10 134 рубля. Именно такой помощью от государства решили воспользоваться шесть девушек из поселка Вурнары. Они сдавали экзамен по парикмахерскому искусству. В связи с ограничительными мерами занятия проходили дистанционно. В Чувашии собираются создать единый бренд для продвижения местной продукции. Такое предложение высказал в Рео главы республики. «Сделано в Чувашии должно звучать как символ качества. Представители промышленных предприятий считают, что для продвижения товаров на внешней рынке нужно создать торговый дом Чувашской республики, в котором была бы сосредоточена вся работа по получению паспортов, сертификатов, другой торгово-технической документации для международной торговли. Это облегчит выход предприятий на новые рынки, позволит напрямую торговать продукцией. Кроме того, планируют создать межведомственную комиссию по защите интересов товаропроизводителей». К столетию Чувашская автономия и учреждения культуры готовят онлайн-программу для жителей республики. Так, на сайте ДК «Тракторостроителей» 24 июня в рамках 28-го Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» и 8-го Всечувашского праздника «Акатуй» появится видеопоздравление творческих коллективов из регионов России. Музыкальным событием Дня республики станет онлайн-фестиваль «Конкурс гармонистов. Битва на Волге». На сайте Чувашского государственного художественного музея начнет свою работу выставка «Чай СССР. Шаг за шагом». Завершающим аккордом станет премьера фильма «Столетие Чувашской автономии» режиссера Александра Герасимова. Афиша онлайн-мероприятий размещена на специальном баннере, посвященном столетию Чувашской автономной области. Это были новости пятницы, а я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных!